Геннадий Григорьев 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 Гена, Гена Григорьева, да, он, как, наверное, многие поэты, чуть-чуть предвидел свою смерть, да, и у него было стихотворение, сейчас не помню его целиком, но там была строчка, да, у меня слово «март» чудится смерть, и папа его умер в марте, и он умер, папа, его, мой дедушка Толя умер 9 марта, папа умер 13 марта. 2008 года, у меня на руках. Губами из воздуха слово слеплю, и ты по губам угадаешь, люблю, ты видишь, как в городе стало светло, ты слышишь, как слово встает на крыло. Возьми же его, подержи у лица, и в жаркое небо швырни, как птенца, в нем все истребиное, ярость и стать, пшеном не прельстить, и стрелой не достать, и неистребимо колокочет в крови высокая хищная жажда любви. И город внизу изумленно гудит, какое красивое слово вечер. «Квартир был маленький, но интересно, у папы не работал, у него вся сантехника, в ванной был пассейн, был период времени, когда он дам врачу, у него петух, мама, может, или курица, в квартире прямо. А-а-а, это я, кстати, помню. Короткий период, но, потому что курица не смогла дома было, это мне мама рассказывала. Там был период, по-моему, пытался еще кролика завести, но кролики, по-моему, здесь не прожили, сами в другом месте. В некоторое время вдруг произошло с хозяйством. Вообще было весело, все время, что происходило. Здесь мыслили пьяницу, который мог себе позволить все, что угодно, хамить кому угодно, делать все, что угодно. Есть два варианта. Либо уходить в тот мир, либо остаться в этом мире, но другим человеком. Значит, начинается жизнь Геннадия Анатольевича Григорьевна. Я еще его не знал. Я рождаюсь второй раз в одной жизни. У меня ничего не болит. Я не смог спиться. Я не смог заширяться. На меня ничего не подействовало. Я чувствую, что я снова могу стать красивым. И в конце концов, мне всего 48. Будет. Этот хаос, может быть, немножко соответствовал его внутренней структуре, внутреннему миру. То есть в том плане, что творческий человек, он на это просто не обращал внимания. Он жил в своем. Он жил в своем каком-то... Вображении. Да, в своем воображении. То есть вот это, мне кажется, может быть, его тоже тяготило, что материальный мир, он же тоже имеет свои законы, а он ему не подчинялся. То есть он как бы жил в своем творческом таком мире, но она тоже материальный мир не дожидает. Я вот как-то на мигации, я у него как-то был, я вот это вспоминаю. Я просто помню, что у него не работала никакая сантехника. Не было. То есть был мертвый как-то, то есть это самое. То есть краны все не открывались там. Или как-то, вы знаете, это, по-моему, вот что было, я вспомнил. Вот что было. Я как-то пришел домой. Ну, естественно, хочется помыться, побриться. Перекрыт стояк. Воды нет мертвого. Это редко очень бывало. Ну, отопление там могли отключить. Чтобы не было в кране воды. И я стал выяснять, почему это происходит. И сказали, что Киргена залил соседей внизу. И поскольку его не может к нему попасть, мы просто перекрыли вот пять квартир. Перекрыли весь стояк. И, я не знаю, каким-то чудом, значит, его нашли все-таки. И только, значит, после этого эту проблему возможно было решить. Дом окошке, гаснет свет, а в этом зажигается. Где-то сходит жизнь на нет, где-то начинается, где-то пролитое вино, но где-то выпито. А соседнее окно мною в детстве выпито. Петербургские дворы, гулки бездонные, дальше попросту миры нами, населенные. Скоро все у нас с тобой в жизни перемирится. Скоро станет все мукой, если перемирится. Ведь на все нам дать ответ кто-то собирается. Вот в том окошке гаснет свет, а в этом зажигается. И погрушается в туманы. Древние, бессонные, петербургские дома, нами населенные. Конечно, город меняется очень сильно. Те пустыри, которые здесь были. В этих местах вообще в то время был такой лес, лесопарк. Сегодня, когда мы посетили дом, которым папа рос, и которым я рос, маленький хрущевский домик, который сейчас на скором времени пойдет под снот, он уже оказался в какой-то другой среде, чем он был 20-30 лет назад. Да даже 10 лет, когда папа помер. Конечно, это и грустно, с одной стороны. Ну, с другой стороны, от неизбежности этого. В этом есть какое-то и успокоение, неизбежность того, что все это сменяет, исчезает. И может быть, то, что мы делаем, снимаем, рассказываем. Это, пускай, наивно, но попытка историю нашу личную, нашу какую-то неглобальную, нашу личную историю немножечко не дать ей уйти, как бы не быть ее в песок. Привет, Галка. Ну, что делать? Галочка, как всегда, 50 или мучка? Сегодня прекрасный выглядишь. Спасибо. Как всегда, впрочем. Держи. Я взял лимончик. Лариса. Давай, сейчас на письки, отец. Ну что? Давай, расставляй. Мне осталась в этой пьесе скажет, умер как герой. Я спрошу его в антракте, скрыв под желтой маской боль. А как вы справитесь с врагами? Я ведь умер мой король. Чёрная речка, по которой мы сейчас едем. То место, по большому счету, в котором Павел пересекался, наверное, в своей жизни пересекал неоднократно. И в итоге здесь она уже не закончилась. Как и жизнь Александра Сергеевича. Здесь умер на Чёрной речке. Конечно, не делает его там близким, Пушкин, но тем не менее что-то в этом символическое и присутствует. Для кого-то это город белых ночей. Для кого-то это город Пушкина и Блока. Для меня Петербург прежде всего город любви. Потому что здесь я влюбился в первый раз. И здесь, дай бог, влюблюсь в последний. А первый раз я влюбился в 13 лет. О любви я тогда не писал. Я писал тогда о Кубинской революции. Потому что на слуху у всех был остров свободы. Фидель Кастро. Но пасаран. И опубликовал я тогда в газете Ленинские искры. Была такая газета. Стихотворение о маленьком мальчике, который вместе с Бордачом идёт защищать Кубу. И как раз в это время приехал в наш город Фидель Кастро. И меня вместе с другими пионерами позвали на встречу с кубинским героем. И вот читаю я это стихотворение про Бордача и юного революционера. А переводчик Фиделю Кастро всё переводит. И Фидель всё шире и шире улыбается. И когда я заканчиваю читать, Фидель поднимается, подходит ко мне, полуобнимает меня и приподнимает нас сценой. А для меня было важно понравиться не столько Фиделю, сколько девочке, в которую я был влюблён. Леночка её звали. А всё это транслировалось по телевидению. И вот через два дня Леночка первый раз согласилась пойти со мной на каток. А Фиделю я до сих пор питаю глубокую симпатию. Вот это, наверное, даже видно по моей бороде. И, конечно, я хочу сейчас прочитать ещё о своём городе и о своей любви. На лошадке всё, как прежде в этом мире, всё, как старь, всё, как прежде, всё, как много лет назад. На лошадке на лошадке скачет царь, за решёткой, за решёткой плачет цац. И какой-то неумелый террорист прячет бомбу-самоделку под полой и летит в осенний день осенний лист над такой же разбитой мостовой бьёт тяжёлая волна, а парапет стынут выцветшие флаги на мосту. Что с того, что пролетело столько лет вслед плывущему по времени листу? На лошадке всё туда заскачет царь, за решёткой всё о том же плачет сад. Разрезая килем питерскую хмарь, в мутном небе маневрирует фрегат. Смотрит худенькая девочка во след исчезающему в тучах, кораблю. Что с того, что пролетело столько лет? Я люблю её. Отвесно люблю. Сейчас мы подъедем на станцию Новая Девяткина, Новая Деревня. Откуда мы с детства часто с отцом уезжали за город, приезжали, ожидая электричку, там играли с ним футбол и всегда там смотрели, я смотрю, подходил и с маленького возраста видел такую огромную огромную доску, посвященную дуэли Александру Сергеевичу. И вот спустя многие годы, когда началось смутное время, спасаясь Красноярсоюзом, папа со своим приятелем эту доску свинтил мемориально. Она была такая тяжелая, что донести её куда-то до металлолома или до какого-нибудь пункта приёма он не сумел, сил не хватило, поэтому они зарыли где-то в соседних кустах и там она заросла бурьяном. Я думаю, что приезжала она там наверное лет пять или шесть, но поскольку папа делал историю сам, творил её своими руками, то он придумал детектив, в котором он якобы нашёл эту доску, выкупил её у каких-то криминальных элементов и подарил гордость. Случилось это ни много, ни мало, а именно на двухсотлетие Александра Сергеевича. Об этом была статья по-моему то ли смене, то ли ещё где-то, сейчас пик точно, показали соответственно на пятом канале маленькую такую передачку. Но этого было мало, после всего этого родилась его поэма под названием «Тоска», где с определенной долей вымысла эта история воплотилась в некоторое литературное произведение. «Тоска» вот там вот я за тем камнем ловлю Кушков и дурацкость, Кемпич-то, а Кушти теребили кукан, но плевало всё хуже и хуже, и внезапно дремучий туман поднялся над маркизовой лужей, он клубился и полз по воде, он менял очертания мира, вот уже не осталось нигде ни просвета, ни ориентира. Я рукой разгоняю туман, я стекло протираю в бинокле, а прокинут последний стакан, и давно сигареты промокли над маркизовой лужей. Туман, вот тебе небесная манна, что по курсу? Бермуды? Томань? Непроглядные клочья тумана все размякло и боль и слова, все раскисло любовь и отлага, мне б хоть что-нибудь, хоть острова советского архиепилага, над маркизовой лужей туман. Ничего не придумаешь хуже, все одно, что гребишь, то табань, не уйдешь из маркизовой лужи, так, наверное, сходят с ума, чует сердце, никто не спасется, это отрык, этот туман не рассеется, не рассосется, так работай же, сука, веслом, так попробуй же с якоря сняться и греби на волну, на волну, пролом и пройдет и начнет проясняться. Детский какой-то стишок, но он мне очень важен и нужен. тем более в эти дни, когда я размышляю о возможности того, чтобы покинуть этот мир. Береговая линия это больше, чем судьба. об этом только и можно говорить, потому что даже ну там же было две сестры, но как было они и есть, Ава и Марина, и родители когда ездили и ехали на юг, то они брали с собой только Гену, а Алла и Марина оставались как раз прабабушкой. как-то объяснялось по-разному, но приоритет всегда был однозначный. И это, наверное, вот эта исключительность, которую там она взращивалась, взращивалась тем, что вокруг, во-первых, еще много женщин, которые там его любили, безусловно, и даже боготворили, ну а что, собственно говоря, мама не может боготворить, да, конечно. Это, конечно, сыграло, может быть, и положительную роль, потому что, ну, поэтому же важно ощущать себя первым, ощущать себя исключительным, изрядово на выходящем, да, вот для того, чтобы не чувствовать ограничения, то есть, нет преград, все, я могу все. для этого кто-то должен вложить в тебя эту идею, как она должна быть реализована, но, с другой стороны, сыграло и злую шутку, потому что он, конечно, был абсолютно неуправляем местами, и местами не то, чтобы неподобающе себя вел, а особенно любые поступки. В этом смысле его, конечно, асоциальная жизнь и асоциальное поведение оно сказалось. То, как он заканчивал свою жизнь, это было следствием вот этой истории, да, того, что он не ощущал границ. С одной стороны, это было очень важно, не ощущать границ, когда ты творишь, но, с другой стороны, это очень тяжело с этим всем жить. А когда вот здесь вот я бросился под поезд, я бросил как-то странно. Я два раза сначала ногами зацепился за что-то, потом упал, потом пытался еще раз подняться, потом еще раз специально зацепился за какой-то сучок, упал, мне стало больно здесь, и я сказал сам себе, что нет, не буду я под него бросаться, лучше следующее. Я не думаю, что он мог долго и осознанно жалеть о чем-то. Я думаю, что короткие короткие всплески вот этой жалости или сожаления о чем-либо они бывали. Я, кстати, тоже, наверное, наследовал в этом смысле его такой психотип. Это защищенность такая достаточно, стрессозащищенность в том плане, что он настолько любил и жизнь сиюминутно, сегодня, сейчас, что наслаждение сейчас, да, они перевешивали трагизм или какой-то дефицит чего-то в прошлом, в далеком прошлом или даже в коротком. Он настолько быстро восстанавливался, не мог долго находиться в состоянии какой-то депрессии, какого-то гнетения. прежде всего связано было с тем, что он был абсолютно таким счастливым человеком с точки зрения восприятия. И с ним было легко. Легко до тех пор, конечно, пока он там не погружался в какие-то алкогольные страсти, да, и тогда там перевешивали странные, я не хочу сказать страшные, но странные аспекты его натуры брали вверх. Здесь когда-то работала моя любимая девушка, Катя. Очень красивое, очень нежное существо, но работала она в ольвятнике, то есть девчачья работа совершенно. И вот однажды, жарким летом, Катя пригласила меня на ночное дежурство. Ну, они ночью сидят с маленькими тигрятами, львятами. Жарко было до ужаса. И вот сидим мы посредине зоопарка на скамеечке, а, наверное, все звери думают, что они в джунглях. Львут, ревут львы какие-то, орубутами стучат себя в грудь, змеи какие-то, наверное, шипят. И Катя мне говорит, как хорошо, Дина. А мне, честно говоря, страшно. Ужас просто меня обуял. И вот как-то бросила меня Катя. Наверное, зверей она любила больше, чем меня. А мне жалко, я не знаю, где Катя. А вот сегодня вспомнил. И хочу прочитать маленькое стихотворение. И настаёт печальный час, и по проспекту городскому, себя доверив гороскопу, уходят женщины от нас. Навстречу истинной судьбе, навстречу игрищим и торгам, они уже спешат с восторгом, они уверены в себе. А по прудам идут круги, и в старом парке гаснут клёны, ещё нежны, но непреклонны, уходят женщины к другим, а мы, а мы им всё простим, и улыбаясь, выйдем в вечер, но не во след пойдём, навстречу, навстречу женщинам к другим. папа был в хорошем смысле артистом, да, он умел себя подать, умел себя подать, и, конечно, когда там восстановлен фотографии, да, это те моменты, когда там Серёжа Подгорков или там Володя Дьяконов там они говорят, всё, мы там сегодня тебя снимаем, он, соответственно, себя приводил в порядок к этому моменту, и поскольку был очень артистичным, то в какой-то степени мог эту модель из себя, фотомодель изображать, и показывать то, что он, наверное, жизни не соответствовал. Его мама покупала им какую-то новую одежду, что он всегда любил новая идея, эти красивые выйти, быть нарядным, но, правда, он недолго, обычно на него вещи задерживались ни два, не больше, потом это всё становилось так. Жизнь его должно быть до канала. В Петербурге ночью в ноябре близ аптеки около канала человек висел на фонаре. В жизни он, должно быть, был поэтом, пел, покуда не накрыла сеть. А зачем иначе вместе этом вдруг кому приспичило висеть, проиграв в неравном поединке? Недавно его встретил я, он мне родня по юности. Смотрели, ухмылялись, достукали дверью мочкой. Ну, как живёшь, не спрашивай, всем миром правит добрая, хорошая, чуть сгорная, но мне уже не страшная белая река, капли обылок, ах, река-рука, поведи крылом. Я тому и мне в этих пустяках ты рюмка на столе, ты небо на руках. Детские воспоминания мои, они связаны в основном с этим местом, с папой. И удивительно, поток людей, которые проходили, фактически они все были тем или иным образом связаны с литературой. И ценность литературы поэтому она была настолько дисконтирована, то есть она не ощущалась, что там, что стихи это что-то стоит. Ну, может, все писали. Мама писала, Павел писал, все, кто приходил, писали. Но ребенку там 5-6 лет было тяжело понять, что круто, а что не очень круто. Правда, папа писал детские стихи. И это было круто. И здесь я первый раз получил от отца наказание. Это знаковое было событие. У него было суворинское издание Пушкина, полное стечение, и там были картинки. Мне было 5 лет, по-моему, я сидел, эти картинки стал вырывать. И вот отец приходит, я вырываю картинки, он у меня там от затыльника, что-то еще такое. Этот там, Пушкина, ты там, и так далее. Это одно из первых знакомств с поэзией, было такое, серьезное уже. Я к этому моменту читал, но картинки, они интереснее были. и потом уже буквально через 5 лет, я это помню, а через 5 лет он все это издание, там сколько-то там, Уф-11, по-моему, было, так красивое, первое полное издание Александра Сергеевича, он его в Букинис продал и пропил. Такая история. Ну, пойдем, зайдемся. Отчасти я это, конечно, для меня это была травма. Конечно, в воображении рисует это место самое, как потерянный рай. И он закрыт. На код которого я уже не знаю. Вот наш парадный лифт. это вот такие петербургские дворы. Очень уютный и очень светлый. Когда отец там, ругался, смотрит, вот здесь какие-то скамеечки стали, наверное, они-то не совсем такие, да, и вот он отсиживался на этих скамеечках в ожидании, когда там, типа, чуть-чуть отойдет и похмелка, или там, мама отойдет, и так далее. Как бы я с этой женщиной жил за нее, безо всякой бравады, я бы голову даже сложил. Что сложнее, сложил я баллады, дав отставку вчерашним богам, я бы не слушал сомнительных сплетен. и добыл бы ей все, я дал бы ей все, чем богат, и добыл бы ей все, чем я бятен, я б ей верой и правдой служил, начиная одними губами, я бы так с этой женщиной жил, что в морях возникали цунами, за нею не знаю вины, что поделаешь, годы такие, наблюдал я лишь со страной, как бездарностные жили другие. Но однажды я все же везуч, помогает нечистая сила, протянула мне женщины ключ, поняла, поняла, поманила, и теперь не в мечтах, наяву, не в ведениях ночных, а на деле. Как я с женщиной этой живу? А как с волчью глазам это дерево наклонилось так, потому что на него папа когда-то опирался. я думаю, что, судя по слову, наверное, может быть, лет какой-то срок есть, хотя, наверное, нет, оно уже помоложе будет, навряд ли ему лет сорок, меньше. Но тополя здесь были всегда и падали здесь постоянно. И все это было в тополином пухе и все это было. И все это было Душа не поладила с телом, ей стало не в моготу, как белая девочка в белом уходит она в темноту. Вернись, я кричу ей на место. Смотри, начинается дождь, на улицах холодно, мерзко, простудишься и пропадешь. Верни ее, дуру, попробуй, все тоньше и призычней свет и плоть моя стиху злобой покорно плетется по следам. Он ночью читал книжки с фонариком. Все время ему попадало и бесконечно ел сахар. У него под подушкой все время все было слипшееся, потому что он туда кусочки сахара складывал, ночью ложились мы спать, да, он натягивал на себя одеяло, читал книжки с фонариком и сосал сахар. Маленькая я не читала книжек, но не получалось у меня читать книжки. И вот после пятого класса мы были в Белоострове у бабушки на даче и Гена говорит, на тебе книжку прочитай. И дал мне ремарка три товарища. Может быть, я еще маловато была, но в принципе уже такой возраст, 12 лет, почему и нет. Я прочитала вот эту книжку ремарка и после этого я начала читать. Вот эта вот книжка, она, так она мне понравилась. попала под возраст. Попала под возраст. Подо все, видно, под настроение, под возраст, подо все. Она же такая романтичная. Вот. И я начала с тех пор читать. Но Гена читал все. Все. Мне вот даже, я не могу сказать, читал все абсолютно. в лет 40, когда уже у нее была одна ремарка и он читал постоянно. Это были «Премушки тюра». Эту книжку он уже основной перечитывает, потому что до этого он уже прочитал практически все, что надо было прочитать, все, что не надо было прочитать. Поэтому потом последние лет 10, наверное, он читал «Премушки тюра». Она у нее постоянно была защита. Ну, бывает так, да. Вот. потому что Дюма тоже умеет попадать в цель. И король ответит грустно. Не волнуйся, мальчик мой. Я ведь сам по этой пьесе отрицательный герой. И его в ближайшем акте расстреляют у стены. Очень может быть на благо нашей чертовой страны. Мне досталась в этой пьесе очень маленькая роль. В ней всего четыре слова мы прорвемся, мой король. Мне досталась в этой пьесе очень маленькая роль. В ней всего четыре слова мы прорвемся, мой король. Мне досталась в этой пьесе очень маленькая роль. В ней всего четыре слова мы прорвемся, мой король. Мне досталась в этой пьесе очень маленькая роль. В ней всего четыре слова мы прорвемся, мой король. 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 Субтитры делал DimaTorzok И старался избегать сложных конструкций, а упрощал, и в этом смысле с ним было легко Поэтому его многие, кто и любил, что он быстро натаил какие-то решения, не было, это шахматы Да, шахматы это любимое занятие, грибы и шахматы Да, то есть у него был живой такой ум и не хотел впадить в дебри какие-то такие материи, слишком высокие Он даже, ну как из песка собирал все материалы И, кстати говоря, в своих произведениях он всегда брал то, что он увидел вокруг себя Ничего не придумал Ну так, по сути, да, то есть он придумал, дофантазировал Все же рожденность из того, что он это увидел, да, из этого давай Да, какой-то... Лепил из того материала, который был Любим Постоянно в любви, в работе мы куда-то себя торопим Петербург стоит на болоте По болоту идем, по топям Если даже по магазинам или в гости к знакомой даме Все равно идем по трясинам Сотрясающиеся под нами Купола стоят по золоте Шпили увысь устремились стройно Петербург стоит на болоте По ночам у нас неспокойно Петербург, он почти в Европе Петербург, он богат дворцами Но какие повсюду топи Чуть оступишься и с концами Ленинград, он почти в Европе Ленинград, он богат дворцами Но какие повсюду топи Чуть оступишься и с концами Чуть оступишься и с концами Купола стоят по золоте Шпили увысь устремились стройно Ленинград стоит на болоте По ночам у нас неспокойно По ночам у нас неспокойно На болоте не сыщешь брода А на болоте шумит осина А вот случайного пешехода Засасала опять пюсина На болоте шумит осина На болоте не видно брода На болоте не видно брода На болоте шумит осина Вон случайного пешехода Засасала опять кресина Как подумаешь, а ведь что-то Что-то с нами не то творится Мы спешим В каком болото Дай нам Боже Где провалиться Ну на самом деле Нет все так плохо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эволюция С фотоаппаратами? Да Ой, какой ты большой Четок Надо же ведь Да, все это что? Это Коля Он знал папу И теперь он снимает кино Про папу Да? Да Ну про сына твоего Про моего папу? Нет Про моего папу Про Геночку Про Геночку Да, про Геночку Вот что Геночка, любимый сыночек Сейчас одну минуточку Я должна отправить их Бабушка 93 Вот видите, бабушка Чего сколочила Ну что, огород Хороший состояние Сад, огород Все хорошо Они сейчас в город И мы в город А там встретимся Да Ну и приедем Да, конечно Конечно Позвони мне Так Позвонили бы Ну я что-то Не постеснялся Потому что я звонил Там пару раз Алял Это неудобно И приехали Ну и поедем Ну мы же здесь уже погуляли Пока ты поспал Нормально В общем, будешь хорошо А это кто хотел Это дочка моя Это внучка Маша Правнучка Какая прелесть Правнучка Внучка Гена А это кто? Это режиссеры Они кино снимают Это Коля Коля был знаком с папой С Геной С Геночкой Да Его теперь кино снимает Вот Это уже нет Уже вызывает Алло Пора садиться в автомобиль Алло Алло Пора садиться в автомобиль Сдевает Подожди минуточку Послушай, я их не понимаю Садимся, садимся Это Саша звонит Пошли, пошли Все готово Я не знаю, кто остается у меня дома Аня, Аня Аня Внучка ваша остается Аня взрослая Она разберется Называется Пригласила А ворота бабули старые Помнишь, да? Воротам сколько этим уже? В лет 30, да? Не сумел и атаковать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Голландцы 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 Глянец, какой-нибудь талантливый голландец, Изображая нас на полотне. И мы замрём в своём ночном дозоре С отчаянной решимостью во взоре. И будут кудри риться по плечам. И никогда не всколыхнётся ссора. Там, где зайдутся два ночных дозора, И разойдутся по своим ночам. Я уже говорил, что самый главный и важный роман, Который мы пишем в своей жизни, это... Ваша жизнь. Да, это сама жизнь. Но поскольку мы его, как хороший автор, Должны перечитывать и даже не в смысле исправления, В смысле, знаешь, уточнений, нахождений каких-то дополнительных, То надо возвращаться, надо проживать. И более увлекательного путешествия не существует. Это Одиссея, Который движется, С одной стороны, Мы вроде бы Движемся вперёд, А с другой стороны, возвращаемся в какие-то точки. Ветер нас пригоняет обратно. И всё по крупицам потом собирается во что-то такое ценное, что реальность, как бы она видоизменяется. Появляются какие-то проекции, четвёртое измерение временное. И мы сейчас здесь сидим, да, с тобой. Возможно, я не знаю, может быть, там через 30 лет ты приедешь сюда, да. Но я о чём говорю? Что я вижу здесь папу сейчас. Я вижу, как он идёт, как он бормочет про себя, стихи какие-то. И ты его не можешь видеть сейчас, наверное, да. Но вот ты слышишь мой рассказ какой-то. И в этом рассказе он есть. И, может быть, ты, вспоминая потом меня, да, будешь вспоминать и его. И эта жизнь, она становится такой ёмкостью. И вдруг возрастает одного и того же временного среза, возрастает многократно. Это какие-то фокус-покусы. Достал по литру. Я, ликворя, в море выводит грин. Я открою свою пол-литру. А хорошо, что я не один. Хорошо, что я не хороший. Но какой-никакой опает. Вон, возник на скале волошин. Улыбаюсь. Здорово, дед. Мне там очень хорошо, в Крыму. Я там просто отдыхаю всей душой. И вот, когда я крымские файлы закончу, я знаю, чем я буду заканчивать крымские файлы. Я знаю, чем я буду заканчивать. Я буду уходить, когда. Это будет... Я знаю, скоро будет. Я знаю, когда примерно. Ты понимаешь, то есть я к тебе сейчас обращаюсь, но я ко всем обращаюсь. Вот для меня Петербург, он как бы строгий отчим. А Крым, моя феодосия, она моя ветреная любовница. Я туда приезжаю, ведь я другим. Я придеваюсь в белый костюм, одеваю тропический шлем, обязательно беру сигару, зубы, и иду по своему Крыму, по своей феодосии. Меня все знают. Это красиво. И вот как... Как вот я не знаю, где же умереть? Здесь или там? Это... Вот так вот это, наверное, будет. А что я оставлю, когда я уйду? Чем имя в потомках прославлю? Наследства не будет. Имейте в виду, я вам нихрена не оставлю. И берег Балтийский, и Крымский привой, и яхту, и парус на мачте. Я весь этот свет забираю с собой. Живите без света и плачьте. Яхту я уже надыбал, но я ее меняю на эту квартиру. Парус нам не ставить. Я лечу не добавлю. Парус нам не добавить. Я лечу не добавлю. Я лечу не добавлю. Я лечу не добавлю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ А осенью, когда я стану деревом, написал папа. КОНЕЦ Если бы он стал деревом, он бы стал таким деревом. Это дерево старше, мне кажется, его. Наверное, еще до того, как он родился, оно уже было. Оно уже боролось за жизнь. И в этой борьбе она переплетала ветви и так далее. Стало самым симпатичным. Самый привлекающий взгляд. Жизнь его ломала-ломала, а сделала достоянием кладбища. Звучит, конечно, сомнительно, но тоже интересно. КОНЕЦ КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 КОНЕЦ